ДИКОЙ ПРИРОДЫ Выкладываетесь куда-то далеко и понимаете, что Стёпа пидорас. Он взял угли, взял табак, взял кальян, взял воду, взял всё, что нужно, но не взял горелки, чтобы разжечь угли. Но тут есть дава, у которого есть что? Зажигалка. У нас есть обычная зажигалочка, и как мы знаем, Стёпа взял не карбопол, Стёпа был в одном умном. Он взял уголь под названием Фаст Коко, и про него я вам сейчас расскажу. Это быстро разжигающийся уголь, который по теории даст пососать карбополу по нескольким причинам. Как заявляет производитель, это настоящий кокосовый уголь, без запахов, без примесей, но при этом он обладает таким свойством, как разжечься на дикой природе от одной лишь зажигалки. Поэтому мы сейчас будем это проверять и поймём, покурим мы сегодня кальян здесь на природе или не покурим, потому что у нас есть Фаст Коко, у нас есть табак Зенит, есть Халил Мамун и есть вот такая вот зажигалочка. Теперь, что касается этого угля, моя теория в том, что я не уверен, что я смогу его разжечь одной зажигалкой. Как бы ни было, но это не карбопол, это не какие-то быстро разжигающиеся селитровые угли. И у меня есть подозрение, что он просто не разгорится. Как мы привыкли, что производитель иногда очень сильно завышает характеристики своего табака, угля и всего остального, то с углём может быть то же самое, что просто-напросто нам потребуется горелка и за одну минуту, как написано на пачке, мы не сможем его разжечь. Так что давайте, у нас есть щипцы, есть калаут, есть чашка и будем пробовать разжечь его обычной зажигалочкой. Я не рассчитываю, что этот уголь разждётся гораздо быстро, потому что нам самое главное разжечь хотя бы два наполовину уголька, остальное уже сделает природа и сделает ветер. А по консистенции, по углю видно, что он гораздо легче, чем обычный кокосовый уголь. Он прям лёгкий-лёгкий-лёгкий. Скорее всего, за счёт этого мы и получим быстрое разжигание угля. Мы возьмём три уголёчка. Как это всё пойдёт, я, к сожалению, не знаю. Не знаю, ребят, видно вам нет, но, скорее всего, в угле используется сухой спирт, либо какая-то ещё дрянь, которая начинает сверкать и очень похожа на именно работу карбопола. Да, он начинает разгораться. Вы же этого не видите, а я это вижу. Субтитры делал DimaTorzok Так, вуаля, ребятки, как мы видим, уголь начинает прогорать, дыметь. И самый первый уголь, он уже даёт жар, за счёт чего мы у нас остальные угли уже разожгём. То есть, в теории, я смог разжечь его углём. Но давайте теперь посмотрим, насколько он качественный во время курения. Потому что, если он будет вонять и очень быстро прогореть, то толку от этого угля, соответственно, не будет. Так, ребятки, сейчас всё объясняю дословно, в словах. Первая попытка разжечь зажигалкой, в принципе, увенчалась успехом. Он разжёгся, нагрелся, начал пепелиться. Кальян раскурился, но пока мы его раздували, этот уголь, он примерно потерял процентов 25. В своей целостности, и остались, в принципе, такие средние уголёчки от изначального угля. Это, конечно же, и за счёт этого не хватило жара, и кальян до конца не раскурился. Потом у нас была попытка номер два, мы уже воспользовались горелкой, чтобы быстрее всё это разжечь. И сейчас у нас угли стоят там, которые разожжённые горелкой. Потратили мы реально буквально полторы минутки, угольки пообдували огнём, и, в принципе, они начали давать жар. Мы их положили, и сейчас кальян у нас греется. Теперь, что касается того, когда мы разжигали на обычной зажигалке, то, когда раскуривали кальян, дыма было мало, потому что жара не хватало, но чуть-чуть погарчивало, но привкуса селитры, спирта, либо чего-то схожего на карбопол не было. В принципе, вкус зенита личи в какой-то степени был чистым. Учитывая все данные обстоятельства, результат очень даже хороший. Сейчас мы разожгли горелкой, и я попробую всё это взорвать. И там мы уже посмотрим, насколько этот уголь идеальный, и потом я уже расскажу его плюсы, которые я узнал сейчас здесь, и его минусы. У нас табак зенит, вкус личи, халил мамун, вип хэс. Погнали! Ай-яй-яй-яй-яй! Скажу так, вкус чистый, без привкуса угля. Соответственно, есть сам привкус угля, но он кокосовый, то есть, чего вы как бы и хотели. Не может быстро разжигающий уголь быть по аромату чище, чем уголь, который разжигается 10-12 минут на плите. Шикарно! Не спиздеть, не наврать, не преувеличить в его качествах. Вот есть, говорю как есть. А теперь, сейчас ещё буквально я немного его покурю, и, собственно, мы уже поймём, я до конца распробую, и мы поймём. Попробуй. Короче, теперь официальное заключение. Если вы едете на природу, то фаст-ко-ко это ваш лучший друг. За исключением, когда у вас есть горелка до хуища времени, и вы как бы свободно можете стоять 20 минут разжигать эти угли. А если этого времени нету, то фаст-ко-ко это лучшее, что вы можете найти. Теперь, что касается плюсов. От зажигалки за одну минуту разжечь реально, но лучше всё же использовать горелку. Следующий плюс. В принципе, запаха, селитры, какого-то спирта тоже нету. Вкус чистый. По долгосрочности мы уже прокуривали минут, наверное, его 20. Уголь потерял примерно 20-30%. И по моим предположениям, уголь ещё прокурится минут 30. То есть 60 минут на этом угле можно будет дотянуть. Как это сделано? По моему предположению, что внутри есть примерно 20 на 20 куб из нормального, хорошего кокоса. Вокруг него идёт пропитка, но тоже кокосовая. И когда вот это быстро всё разжигается, центр, ядро успевает разогреться, и вы уже курите, грубо говоря, на обычном кокосе. Никакой разницы в этом нету. Теперь, что касается минусов. Много пепла. Нужно долго греть, потому что уголь не обладает пиздатыми качествами в плане передачи жара. Он очень лёгкий. По весу, что вызывает некое недоверие. И в заключении, в общем, я скажу, что уголь себя полностью оправдал как кокосовый, качественный, быстро разжигающийся уголь. Поэтому это Дава Дым, это Фаст Коко, табачок мы курим Зенит, и это Медео. Всем пока-пока. Рекомендую.